Место встречи владивостокских автовладельцев изменить нельзя, как собственно и тему их разговоров. На повестке дня вновь кнопки «Эроглонас». Устройства продолжают поступать в Приморье, правда в ограниченном количестве. Но вот цена на них для потребителей увеличивается чуть ли не каждый день. Автолюбители видят причину этого в участии агентов и брокеров, которые просто-напросто самовольно завышают стоимость устройства. Они даже записали разговор с представителем одной из компаний Владивостока. Так, кнопки. Сколько кнопок будет? Да, да. Ой, блин, тут так все разнится. Вообще 27,119 кнопка стоит. Ну, хранить нету. А есть кнопки вместе с БКТСами по 45. Вчера и позавчера были. А сегодня? А сегодня пока нету ни по 45, ни по 27. Официальную стоимость кнопки озвучили представители АО «Глонас» еще в начале апреля, когда приезжали во Владивосток. Складывается она из трех моментов. Само оборудование, так называемая прошивка устройства и его установка. В сумме выходит чуть больше 27 тысяч рублей. Хотя, по словам автовладельцев, несколько дней назад некоторые из них покупали кнопки и за 48 тысяч. Записаны разговоры, что приезжайте в офис, будем индивидуально решать с вами вопрос. То есть вы накинете еще пару тысяч, пять, десять, и мы найдем к вам кнопку и поставим. Нормальный подход. Автовладельцы считают, что такие спекуляции с ценой появились из-за дефицита устройств. Машин на складах временного хранения скопилось много, а кнопок присылают недостаточно. Хотя, по словам разработчиков, они делают все возможное. На их сайте даже прописан график поставок кнопок во Владивосток. За четыре месяца они планируют привезти чуть более 14 тысяч устройств. Правда, автомобилисты говорят, что из этой информации непонятно, какому конкретно агенту, когда и в каком количестве приходят эти системы. Это и влечет за собой спекулятивную проблему. Ничто не мешает сейчас брокеру забронировать определенное количество кнопок. При количестве, допустим, в связи с дефицитом выдали 20 кнопок. Но у него машин, допустим, 200. И он может предложить людям сказать, ребята, у меня всего выдали мне 20 кнопок. Хотите? Давайте доплачивайте. Автомобилисты обратились с жалобой во угла НАСС. После этого на их официальном сайте появилось сообщение о том, что московская организация потребовала от уполномоченных региональных компаний предоставить отчеты о реализации поступивших систем ЭРО ГЛОНАСС. В случае обнаружения нарушений у приморских представителей может быть отозвана аккредитация. Кроме того, мы проведем проверку по фактам завышения цен и подозрениям на картельный сговор. Если информация подтвердится, АО ГЛОНАСС намерена обратиться в прокуратуру, сообщили в пресс-службе АО ГЛОНАСС. Вдобавок, автовладельцы обратились к представителям заводов-производителей кнопок ЭРО и узнали, что те производят гораздо больше устройств, чем АО ГЛОНАСС отправляет в Приморский край. Заводы готовы работать напрямую, без АО ГЛОНАСС. Но АО ГЛОНАСС заставляет их пропускать все кнопки через их договоры. На сегодняшний день из-за дефицита кнопок порядок их установки и получения ПТС следующий. В аккредитованную компанию нужно заранее подать анкету, которую поставят в лист ожидания. В это же время компания и автовладелец заключают договор, где прописывают персональный номер будущего устройства ЭРО. Затем автомобилисту нужно обратиться в аккредитованную лабораторию и получить СБКТС, на основании которого сотрудники таможни уже выдадут ПТС. Правда, в честности, таких схем на получение системы безопасности автовладельцы сильно сомневаются. Люди записываются, поскольку по три недели стоят, уже по три недели точно, им говорят, ну пока вот нет кнопок. Сколько им ждать? Месяц, два, еще три, четыре, пять, вообще не понятно. Правда, в этом месяце некоторым все-таки удалось стать счастливыми обладателями кнопки Эроглонас и получить долгожданный паспорт транспортного средства за 27 тысяч рублей. Остальным пришлось переплачивать, лишь бы только забрать свое авто со склада в таможне, так как кнопки по заявленной цене от чего-то закончились. В данной ситуации радовать может только одно – проблема с внедрением системы безопасности так или иначе сдвинулась с мертвой точки. К слову, следующая поставка устройств ожидается 2 мая. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.